Дворец спорта 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 Он наконец-то только сейчас, в концовке этого раунда Казаков получает первое очко. Ну так, 1-0 после двух раундов. Никак не могу я привыкнуть к этим двухминутным историям, двухминутным раундам. Не знаю, как у вас ощущения. В частности, Вячеслав Яновский, мы его увидим еще здесь, президент Галорусской Федерации бокса. Теперь, сказал мне честно, что крайне отрицательно относится к превращению бокса из трех раундов в пяти раундов. Имею ввиду любительский бокс, конечно. Попытка атаковать Стоповича на секунду остается возле Казакова. Уходя с выходом, Казаков проводит удар левый, который и был засчитан, принят как бы боковыми судьями. Третий раунд. Иван Стопович, Сергей Казаков. Еще раз повторяю, на наших россиян в финале пятеро, если посчитать... Если посчитать... Суммарно сколько боксеров из бывших республик Советского Союза, то есть здесь 15 человек. Мы об этом чуть-чуть попозже поговорим. Судя по всему, компьютер, который выведен у нас на экраны служебных мониторов, комментаторские, экраны не соответствуют тому компьютеру, который выдает информацию вам в конце каждого раунда. Потому что здесь 0-1 у нас, на табло, которое вы только что видели, после второго раунда результат был нулевой. 0-0. Сейчас мы это быстренько уточним. В любом случае, согласитесь со мной, что у россиянина есть преимущества. Хотя по сравнению с первым раундом, от начала третьего, ну, второй литовский боксер получше был. Начинает сам казаков работать. Много движения по лингу, мало настоящей такой мужской работы с жесткой. Ну, вот, словно услышат эту жалобу зрителя. Попытались отработать в ближнем бою, но в ближнем бою, как видите, на ближней дистанции особой работы нет. Казаков чуть-чуть повыше ростом, на дистанции чувствует себя лучше, но продолжает работать первым номером, и успешно работает. Третий раунд. Вот теперь 1-0. Исправили. Оказывается, дело было просто в элементарной ошибке оператора, отвечающего за выведение счета на табло. 1-0. Минимальное преимущество. Застаивается литовский боксер, пропускает удары Казакова. Казаков безусловно выигрывает этот бой. И вот в чем непривычность. Не, знаете, какая-то такая непонятность для привыкшего смотреть постоянно бокс по обычным правилам человека. Это постоянное несоответствие между цифрами, выводилами в качестве счета на экран, и общим ощущением, впечатлением от боя. В профессиональном боксе этого нет. Суды руководствуются исключительно своим опытом, своим видением боя. И при этом, как это ни прискорбно, в профессиональном боксе гораздо меньше проблем с судейством и меньше скандалов. А крупнейшие международные любительские соревнования, Олимпиады и Чемпионаты мира, к сожалению, в последние десятилетия со скандалами связаны постоянно. Причем с завидным постоянством в одних и тех же лицевых категориях. Но у нас будет возможность об этом поговорить поподробнее. Четвертый раунд. Стопович понимает, что проиграл первые три. Пытается атаковать сам. Казаков хорошо видит, очень разнообразно видит. Оснащен наш боксер, умеет защищаться. Хорошо работает с левой сбоку в ближнем бою. Хорошо защищается ногами, то есть видит соперника, вовремя уходит от него. Работает в отходах. И когда нужно, начинает атаку сам. Территориальное преимущество, я бы так сказал, на полное у россиянина. Очень хорошее право проходит. Судьи замечают это. И счет, я надеюсь, что счет неправильно выйдет на экран. 2-0 в пользу Сергея Казакова. 48 килограммов в первом величайшем весе. У нас в последние годы выдающихся достижений мировых не было. Можно вспомнить, но это уж совсем было, 20 лет назад почти. Вседая древность победу Шанели Сабирова на Олимпийских играх в Москве. Тогда единственная наша золотая медаль. 51 килограмм был в такие, как Юрий Арбачаков, потом чемпион мира в профессионалах. А вот в последние несколько лет 48 килограммов. Ну, на мировых крупнейших соревнованиях Олимпиадах, чемпионатах мира, болгары, традиционно сильные в легких весах и кубинцы, бессменные фавориты. Итак, проверим еще раз все правильно. На сей раз совпадают показания портового компьютера, комментаторского и вот этого красивого компьютера, выводящего изображение на экран вместе с флагами. Сергей Казаков из Ульяновской области, 2-0 в финальном бою чемпионата Европы перед последним пятым раундом. Хорошо, еще раз повторю, очень хорошо оснащен Казаков. Может быть, не хватает ему акцента жесткости в ударах, но в целом боксер, появляющий за плечами уже 130 с лишним боев, 136, если верить заявочной карточке, 128 побед, в целом демонстрирует полное право получить звание чемпиона Европы. Кстати говоря о представителях бывших советских республик. Как я уже сказал, что их здесь наложили 15 человек. Бактеры Украины, Литвы, Армении, Грузии, России, а также Турции. А также, если уж говорить о бывших представителях СССР, то рефери этого боя в ринге. Вы, если смотрите бокс, наверняка его узнали. В прошлом главный тренер по боксу спорткомитета национального республиканского спорткомитета Грузии, вот Тарий Рагимов, который уже несколько лет представляет на раунбоксе Израиля. И теперь выступает по линиям Яков Рагимов. Вот он там на экране. Очень опытный ряпили. Стопович бросается вперед. Краткосрочность вот этих двухминутных отрезков каждого раунда, она, естественно, влияет и на характер самого боя. Ведь вели эти двухминутные раунды для того, чтобы бой был более интенсивным, чтобы скорость в каждом раунде, темп каждого раунда был более высок. А на самом деле, ведь очень часто в боксе все решается именно в концовках, согласитесь, в последнюю минуту кто лучше дышит, кто свежее, кто лучше физически подготовлен, кто, наконец, более сильной волей обладает. Очень часто в боксе в равном бою одерживает победу. Но сейчас вопрос о победителе решен. Как в полуфинале решен, если, конечно, не произойдет фу-фу-фу ничего, ничего сверхъестественного, если не получит никакого повреждения. Пока, правда, Стопович получил, что такое, а нет, просто небольшое кровотечение из носа для боксера, это не страшно. Если ничего не произойдет, если Казаков сохранит силы и не отдаст инициативу, то без вопросов он чемпион Европы. Идет вперед, Стопович ему нечего делать, он вынужден атаковать, он понимает, что только в этом его спасение, но подходит без удара на удобную для Казакова дистанцию, и правая Казакова постоянно в работе, постоянно проходит удары в голову. Может быть, не очень сильный, но он не пускает ими Стоповича на более короткую дистанцию. Ну все, уже раунд закончился. Поддержки у Казакова более чем достаточно. Нет, простите, осталось еще, осталось еще секунд 15, наверное, до окончания раунда. Последние 15 секунд, может быть, 10. Отсадь идет вперед Стопович, и очень точно Казаков правый прямой в голову, одиночный, правый прямой, правый прямой. И постоянно вот на эти же самые грабли литовский боксер наступает. Все, Казаков знают, что он победил, дорогие друзья, я вас поздравляю с первой золотой медалью. Сегодня, дай бог, не последней, сегодня в день финальных боев чемпионата Европы по боксу в Минске. Здесь параллельно между боями производят награждение ветеранов бокса. Продолжение следует... Продолжение следует... ...